Когда я отращивала волосы, я делала массаж пару раз в неделю, и без сомнения он очень эффективен. Польза заключается в том, что при массаже происходит улучшение кровообращения кожи головы и волосяных фолликулов. К ним с кровью интенсивнее поступают питательные вещества и кислород, а это улучшает рост волос. Массаж лучше всего делать перед мытьем волос, потому что при массаже вы развезете кожное сало, которое скапливается на коже головы по волосам, и волосы будут менее опрятны. Я делала массаж без каких бы то ни было масел. Я считаю, что масла не очень полезны именно для кожи головы, особенно если у вас кожа склонная к быстрому загрязнению, как моя. Массаж лучше делать где-то 5-10 минут, если вы будете делать его дольше, у вас просто встанут руки. Сейчас покажу технику массажа. Начинайте вы с того, что вы садитесь в удобное кресло, на диван, туда, где вам будет удобно и комфортно. Дальше мы берем достаточно мягкую массажную щетку и начинаем расчесывать волосы. И в течение того, как мы их расчесываем, мы стараемся проводить по коже головы массажкой. Это у нас идет уже первый этап массажа. Делать это необходимо в том темпе, который комфортен вам. Здесь главное получать от процесса удовольствия. После того, как вы промассировали массажкой кожи головы, можно немножко вот так вот опустить руки, стряхнуть их, чтобы они немножко расслабились и отдохнули. Что мы делаем дальше? Дальше мы запускаем руки в волосы. Так вот прикладываем их достаточно плотно к коже головы и начинаем мягко отодвигать как бы кожу от черепа. Делаем это сначала на макушке, потом на лбу, потом можно ближе к вискам, в затылочной области. И так вот гуляем руками по голове и делаем массаж. Здесь я стараюсь сильно не давить, чтобы не уставали руки. Вообще нужно стараться делать это достаточно расслабленно, не напрягать плечи и руки. Иначе расслабив одну зону, то есть голову, мы напряжем плечи и руки. Практически вся вот эта зона не имеет мышц. Это называется сухожильный шлем. То есть череп покрывают сухожилия, а над сухожилиями сразу идет кожа без мышц. То есть как бы мы ни старались пытаться напрячь эту зону, мы ее напрячь не сможем. И один из самых эффективных способов улучшить кровообращение именно вот в этой зоне, в сухожильном шлеме, это именно массаж. Есть еще, конечно, асаны в йоге, это перевернутые асаны, когда под силой тяжести кровь переливает к голове, но сегодня не об этом. После того, как мы промассировали кожу, встряхиваем руки, даем им немножко расслабиться. Далее мы ставим пальцы на зону начала роста волос. Здесь как раз-таки находится очень много мышц. И массируем. Начинаем с олба. Далее идем к вискам. К затылку. Делаем все это достаточно расслабленно, получаем удовольствие. Если в какой-то момент вам захотелось сделать что-то в другом порядке, прислушивайтесь к вашему телу. Оно вам само подсказывает, что ему нужно. Рекомендую приобрести вот такой вот копеечный массажер. И мы завершим массаж. Он очень эффективный, доставляет массу удовольствия. Это очень приятное завершение массажа. Такой массаж сначала вас расслабляет, а потом вы чувствуете бодрость. У вас вырабатываются эндорфины и снижается уровень стресса. Если вы хотите отрастить длинные волосы, помимо массажа есть несколько других приемов. На моем канале есть отдельное видео, посвященное этому. Я оставлю ссылку на это видео в описании. А если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрите другие видео на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok